Итак, начнем сначала. Я думаю, открутим сначала привод ноутбука. Так, привод держится на одном болте, насколько мне известно. Кстати, хочу сразу заметить, что корпус у данного ноутбука очень хрупкий. Обычный пластмассовый хрупкий корпус. Я вообще привыкший использовать для поддевания корпусных частей металлическую, металлический инструмент. В данном случае, несмотря на то, что мне более неудобно, буду использовать пластик, потому что пластик оставит тут меньше следов, а тут следы остаются очень легко. Даже пластиком можно оставить некие маленькие повреждения и так далее. Ну, тут, конечно, все зависит от того, как это все разбирать. Ладно, все-таки вот привод сняли дальше. Скручивать нужно все болты. Еще раз напомню, что если будете раскручивать, болтики старайтесь располагать так, чтобы было после разборки понятно, где и откуда был какой болтик выкручен. Потому что, если болты отличаются длиной, а они будут отличаться в этой модели, то можно по неосторожности, забыв где что находилось, случайно включить болт не туда, где он был, и он может проткнуть другую часть корпуса. Просто имейте это в виду и все. Так, тут я уже скрутил, вот этот болт. Вот эти две функционально неизвестно, зачем сделанные заглушечки, под которыми находятся болты. Их аккуратненько просто поддеваю, чем-нибудь мягеньким, в данном случае вот такими пластмассовыми. Это инструмент, если кому будет интересно, называется Spudger. Найти можно на Aliexpress, где угодно. Я обычно использую другой инструмент, конкретно вот такие вот, которые я сейчас использую, называется Spudger. Используется разного рода сервисниками при разборке техники, ноутбуков, телефонов, планшетов и прочего. Чего угодно, в общем. Так, вот как я и сказал, под ним находятся два болта. Эти болты, естественно, тоже надо выкрутить. Великовата отвертка, на другую взять. Так, далее болты под батареи, которые их нужно обязательно скрутить. Вот этот болт, в данном случае, вот хорошо видно. Сейчас, секундочку. Вот он явно длиннее тех, которые находятся здесь. Ну вот, из этих болтов. Поэтому их путать нельзя. Аналогично вот эти вот болты, которые вкручиваются в петли ноутбука, и в точности держат эту пластмассовую защёлочку, заглушечку, которая находится ещё по болту. Они тоже более длинные, их тоже нужно обязательно иметь в виду, что они включаются только сюда. Так, болты почти все выкручены. Сейчас нужно вот эти вот пластмассовые части аккуратненько снять. Вот такие вот заглушечки. Вот мы их сняли, и вот тут ещё два болта. Так как снимается нижняя часть, вот эта вот, как крышка, эти болты снять не обязательно, потому что если их не снять, корпус немножко поломается. Так, основные крепления болты скручены. Теперь пора отщёлкивать саму часть корпуса. Чтобы отщёлкивать, как я говорил, нужно перевернуть ноутбук. Потому что снимается дно, но оно как бы держится, получается, вокруг всего верхней части корпуса, на которой в том числе находится и мать. Поэтому, чтобы отщёлкивать, нужно начинать отщёлкивать вот с этой стороны. Сейчас, секундочку, там что-то лишнее завалилось. Ладно, не важно. Я бы, пожалуй, начал вот отсюда вот. Таким вот инструментиком, вот такими вот движениями. Достаточно аккуратно, без проблем, начёлкивается крепление, которое нужно начёлкивать по всему контуру. Сейчас. Сейчас. Вот так вот. Так. Сейчас надо светить там. Угу. Дальше с этой стороны. Просто опускаю, получается, вот нижняя крышка. Аккуратненьким инструментиком, в данном случае, вот таким вот, просто толкаю её вниз. Вот так вот вниз. И она просто отщёлкивается от другой части корпуса. На приводе что-то потяжелее чуть-чуть. На приводе, по идее, защёлки несколько отличаются и почему-то снимаются не так просто. Но всё равно аналогичным способом. Сейчас мы теперь на углу. Вот после того, как вот тут по контуру защёлки аккуратненько подщёлкивались, можно аккуратненько вот так вот его прикрыть. Дальше, насколько я понимаю, необходимо будет снимать уже и саму часть корпуса. Она, кстати... Сейчас, секундочку, если взглянуть с этой стороны. Ну да, правильно, как я и думал, снимается сама нижняя часть. Вот уже видно, что вся мать и комплектующие находятся на верхней части, на ней прикрепленная. Только нижняя часть всё ещё держится. Итак, у меня получилось всё-таки снять нижнюю крышку. Я скажу сразу, что в кадре полный процесс снимания, точнее, в видео будет отсутствовать. Потому что, честно, снимается она очень тяжело. Снимается она, я сейчас покажу приблизительно по какому принципу. То есть, как я показал, отчёлкиваются вот эти вот крепления. И дальше она очень-очень-очень крепко держится на креплениях с вот этой вот стороны. Это крепление, которое видно, вот здесь вот они находятся. Крепления, вот тут ещё, возможно, где-то, которые сейчас вот просто их... Они не снаружи, они внутри. Снимать приходится по вот такому вот принципу. То есть, вот так вот я раскачиваю, раскачиваю, раскачиваю. И в итоге, когда крепление чёлкнется, можно будет снять вот так вот. Я, может быть, и показал бы вам полный процесс. Но я не думаю, что минут 15, так по минимуму, упорного раскачивания в кадре, аккуратного, но упорного, кому-то будут интересные. Суть я объяснил. Скажу сразу, что разбирается очень тяжело. И если нет какой-то сильной необходимости, самому туда лучше не лезть. Потому что что-то из этого отломать можно легко. Вот эти вот крепления, вот крепления, вот-вот-вот. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Их много. Они держат крепко в двух направлениях. У меня, к счастью, никакой не поломалось. Хотя я уже в этом не был сильно уверен. Снимается разузочно просто. Просто вот по бокам вот эти вот защелочки отодвигаются. После чего фиксация, она уже не пофиксируется, а просто поднимается дальше за ушки. Поднимается вверх, достается плата. Как бы вставляется аналогично. Просто берется плата. Она сначала вставляется вот этот вот порт здесь. И потом вот так вот прижимается, фиксируясь вот этим вот заглушечками. Аналогично в порту сверху, если вы будете добавлять. Труízки. Гороя ningу. Первое. Тру ти сверху, снова вы Guardив明. Тру clue дуэль. Тру ни, первый леп. Он знает что он Slack или нет, и детский, не знает что он говорит о граф Sembro. Продолжение следует...